Приветичи! Это Скрепмеханик и мы продолжаем наше удивительное выживание на инопланетной планете, которая похожа на Землю. Здесь еще есть деды какие-то непонятные, которых мы спасаем. Короче, включаем свет, потому что сейчас глубокая ночь. Пойдем попьем кофейку. На самом деле мне нужно сделать покушать, потому что еды нет, а я хочу и есть и пить. Что нам нужно? Мясцо и молоко. Что в холодильнике есть? Мясцо есть. Молоко не хватает. А без молока что-нибудь изготовить сможем? Что у нас есть без молока? Нужна морковка. Морковка есть, морковки нет. Но пойдем еще посмотрим в заначке. Возможно, в заначке морковка есть. Морковочка, каратинчик. Так, что у меня здесь фигня какая? О! Целых 10 морковок. Еще и десертик есть, смотри. Ну что, пойдем. Сейчас мы приготовим бургер, утренний бургер. Я не знаю, сколько времени, часов нету. Надо будет придумать часы. Включаем радио, а то слишком скучно. И мутим себе целых два бургера. Можно сидеть, пить чай и смотреть, как наш шеф-повар-робот готовит нам крутой бургер с морковкой. Один бургер готов. Делаем следующий. Так, значит, хомячему сразу же. Вот так вот, отличненько. Узо! Второй бургер тоже готов. Складываем себе в карманчик. В холодос убираем, значит, морковку, помидорку и редиску. Вот, все вроде бы. Вот это все нам сейчас понадобится. Дело в том, что в прошлой серии мы... Так, разрешите пройти. Мы делали с тобой лифт. Мы так его и не закончили, потому что... На этот лифт нужно гребанное количество поршней. Огроменное просто. Он до конца не докатился. Так, а что это? Я тебе сейчас продемонстрирую. Мы с него сядем. Я уменьшил. Чтобы больше не было таких казусов, как, например, мы только что разбились в лепешку с нашего лифта, тут можно сделать бортики или поступить следующим образом. Это мне посоветовали в комментариях, мол, поставь кресло. Ой, ой-ой-ой. Что-то перевес. Подключаем все это к креслу, садимся. И вот теперь мы не должны никуда вылетать. Типа как аттракцион получился, да? И вот и все, и смотри, мы спокойненько опускаемся, и спокойненько поднимаемся. И мы никуда не деваемся, волшебство. Сейчас нам нужно с тобой наплодить огромное количество поршней. Ну, как наплодить? Сделать своими ручками, сделать вот такие вот поршни, чтобы доделать наш чудесный лифт, который убивает меня постоянно. Вот, а для этого нам нужно... Я куда побежал? Нам нужны вот такие вот метрические блоки, которые закончились. А это говорит о том, что нам нужно пойти и сделать буровую машину, которая будет добывать металл. О, да. У нас есть с тобой лесопилка, а теперь будет буровая машина. И все это будет в одной машине. То есть два в одном. Это же просто гениально. Это нереально гениально. Так, значит, трактор, извини. Пришло время тебя окончательно подразобрать. Забираем с него вот эти вот подшипники. Или как они правильно тут называются? Да, подшипники. Я уже думал, у меня память отшибла от этих подшипников. Так, значит, трактор. Прости меня, прости, прости, мой милый. Милый старый друг, ты уже пенсионер. Это, знаешь, тачка такая ржавая, на заднем дворе валяется, за которой уже никто не следит, не ухаживает. Батькина тачка, которая просто доживает свой век. Вот, это вот мой трактор. На грядке практически стоит. На заднем дворе доживает свой век. Кстати, давно грядками не пользовался. Да, фиг с ней, с этой грядкой. Нам нужно металл добывать. У нас смарт-дом пропадает без лифта. Опа! Видал, как я с горочкой хотелось? Мастерски просто. Значит, два в одном делаем из нашей лесопилки. Сейчас мы посмотрим, работает ли она вообще. Давно я на ней не катался. Может, она уже тоже заржавела, надо смазать. Так, все катается, все отлично. Пилы были отключены мной, так что не переживай, все работает. А, еще смотри. Я поставил сюда нормальный переключатель. Нажал кнопочку, они поднялись. И пока ты переключатель снова не нажмешь, они не опустятся. Это крайне удобно. Ранее у меня стояла кнопочка. Висячая кнопочка. Короче, смотри. Поднимаем, значит, наши пилы. И, 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 что бы сделать-то нам? Дерево есть. Отлично. Значит, делаем вот такую штуку. Не такую, а вот такую. Брынк. Ага, отлично. Брынк. Даже можно поменьше. Даже можно поменьше. Интересно, что будет, если я пила опущу? Ну-ка, опускаем. А, вон еще. И смотри. Пила-то крутится, крутится, крутится сама, без ничего. Может, она так и пилить будет? Ну, классно, конечно. А теперь поднимаем все это дело. Это не тот механизм, который я бы хотел. Надо будет его, конечно, переделать. Но на данном этапе это самое простое. Что можно сделать? И самое быстрое. Значит, вот два поршня. Теперь берем наши бурильные установочки. Установочки бурильные. Выставляем. Вот так вот. Подключаем. Давай, тянись. Тянись. Ну что ж такое-то? Вот так вот. И вот так вот. Теперь нам нужно сделать так, чтобы они крутились в разные стороны. То есть внутрь они, чтобы крутились. Получается, переворачиваем вот этот вот. И они теперь крутятся внутрь. Шикос! Так, значит. Вот эти вот можно отключить пилы. Они нам потому что не нужны сейчас. Что они будут топливо жрать? Правильно же? Все же подключено напрямую к нашему двигателю. Поэтому все это отрубаем. Садимся. Опускаем. Проверяем. Ничего не ломается. И слава богу, все хорошо. Теперь у меня работают две пилы. Сами по себе. Без двигателя. Это круто. А если мы еще поедем? Оу-оу-оу-оу! Так, пилы же отключены. Поэтому они работают сами по себе. Без двигателя. А вот наши бурильные установочки, пожалуйста, работают от двигателя. Потому что нам нужно что? Правильно, бурить. И вот сейчас мы проверим это. Будем, значит, собирать металл. А потом делать поршни. Ну-ка, поехали. Поехали бурить камушки. Давай, ломайся. Отлично. Все идет как надо. Вообще, я хотел бурильную установку сделать такую, чтобы она опускалась как бы сверху на камень. Чтобы сверху все бурилось. Так, мне кажется, будет намного удобнее. Либо сделать такую буровую стенку, чтобы много-много-много буров было на одной площадке. Это будет вообще тогда мега круто. Вот и разломали мы весь огромный камень. Осталось только доразломать вот эти вот маленькие обломочки, в которых по большей части остались только камни. Тут уже нет металла, наверное. А нет, вон есть металл. Все довольно быстренько и просто разрушается. Так что такая схема. Бурильной машины имеет место быть. В принципе, и с одним буром все было нормально. Но с двумя еще быстрее и круче. Ну вот, камень мы разрушили. Все шикарно. Возле нашего дома. Возле нашего подъема. Чистая поляночка. Все деревья тут вырублены. Камней никаких нет. С одной стороны, это, конечно, круто. Открывается отличный обзор. А с другой стороны, теперь, чтобы добыть камни и древесину, придется чесать на своей технике куда-то вдаль. Давай посмотрим, сколько мы там чего набрали. Так, значит, вот металл. 120 металл. В принципе, нам этого должно хватить. Надо это все забрать. Камень забираем, металл, стекло. Вот это все забираем. Древесину. Вот это тоже все. Это пусть тут остается. Все, погнали. Блин, уже ночь. Капец. Прибежал до дома, и уже ночь. Надо свет включить. А то потемки дома. Вот так вот-то лучше. Ну что, давай посмотрим. Всего ли нам хватает. Значит, перерабатываем металл в металлический блок номер два. А, блин, его же положить в сундук надо. Теперь у меня ничего с кармана не перерабатывается. И отправляем на переработку. Черт, нужна вода и еще янтарь. Пойдем глянем, что у нас там осталось. В нашем разобранном тракторе. А, собственно, ничего здесь и не осталось. Янтаря точно нет, а вот вода есть. Фигово. Придется еще ехать в горящий лес тогда за янтарем. Ну, что поделать? Поиграем в пожарников. Не страшно. Короче, знаешь, что я планирую? Я планирую сделать вот так вот. Несколько... Несколько труб наделать. Где эти трубы, чертовый? Трубы! Трубы горят! Где эти трубы? А, вот они, эти трубы. Короче, наделать несколько труб и зациклить нашего бота. То есть вот отсюда... Это выходное отверстие. Отсюда выходит все, что он производит. И отсюда трубы пустить вот так вот в круг. Чтобы они вот так вот вокруг вошли и воткнулись вот сюда в сундук. И тогда все, что он будет производить, будет автоматически закидываться в сундук. Это просто гениально! Гениальничко! Так что, блин. Может, начали поршни сделать? Ладно, короче. С этим лифтом мы разберемся. Делаем... Делаем трубки. Не ту трубку сделал, чудик! Ай! Надо было вот это вот. Вот таких вот надо было. Раз, два, три. Четыре трубки вот таких вот нужно сделать. А чтобы их сделать, нужно... Гнать за янтарем. Да чтоб... Меня... Леший... Не нашел. Так, ладно. Значит, гоним в янтарный лес. И погоним мы туда на новой тачке. На новой тачке для этого нам понадобится вот такое вот седло, как от мотоцикла. Мы будем делать квадроцикл. Значит, нужен хлопок. Его положить сюда нужно же. Все, забываю. Все, хлопок здесь. Делаем, значит, руль от квадроцикла. Пойдем разбирать наш трактор. Вот это меня защемило. Моей дверью встаем. Не страшно. Эх, место, конечно, надо подосвободить. Значит, скидываем все барахло сюда. Черт подери. Мне также понадобится еще несколько поршней. Точнее, не поршней, а подшипников. Подшипники. Без них никуда. Значит, еще два подшипника. Раз. Ага. На один подшипник не хватило. Йок-макарек. Че, тогда будем трицикл делать. Не квадроцикл, а трицикл. Мы уже имеем опыт делать такие штуки. Но! В этот раз у нас трицикл будет электрическим. И на больших колесах. Надеюсь, что все у нас получится. Вот так вот колеса забираем. О, спокуха, спокуха не падаем. Забираем также еще амортизаторы. Амортизаторы нам пригодятся. Так. И вот это вот колесо тоже. И амортизаторы спереди, наверное, нафиг не сдались. А, а че я туплю? У меня же есть еще металл. Забыл его переложить. Пойдем. Пойдем, сейчас быстренько все намутим. Все будет пучком. Не переживай. Я уж сам на панику подсел. Так, ладно. Делаем, значит, подшипнички. Подшипнички где они? Вот они. О, последний подшипник. Как надо? Как надо? Значит, теперь отбираем последнее колесо с нашего трактора. Жалко, конечно, жалко. Так, тихо, никуда не едем. Вроде бы наши балки держат его. Смотри, как аморты поднялись. Вот эти балки я специально поставил, чтобы наш драндулет никуда не уехал. Так сказать, на кирпичи поставил. Все, подшипник готов. Забираем его. Идем собирать нашу скоростную электромашинку. И сейчас помчим. Сейчас помчим. Так, вроде бы все у меня есть. Проверяем. Двигатели есть? Кресло? Кресло не то. Подожди. Кресло есть? Колеса есть? Подшипники есть? В принципе. Что нам еще нужно? Больше ничего. Так что спускаемся вниз. А, стоп. Подожди. Подожди. Аккумуляторы. Аккумуляторы. Как же? Наша электромашинка поедет без аккумуляторов. Правильно? Аккумуляторы. Значит, ставим подъемник. Давай, красавчик, поднимайся. Вот так вот будет нормальненько. Сделаем все по красоте. Если у меня, конечно, хватит материалов. Хотелось сделать из металлических труб. Ну, как ты видишь, у меня их совсем мало. Поэтому по-стариночке все из дерева. Все из дерева. По-быстрому все делаю, потому что у нас сегодня скоростное прохождение. Типо. Типо. Но на самом деле это нифига не скоростное прохождение. Уже, наверное, полгода играем с тобой в эту игру. Да нет, шучу. Не полгода. Даже меньше. Так, значит, опускаем. Встаем. Сейчас ваткнем сюда кресло. Кресло. Где оно, кресло? Вот оно. Вот оно, нашу кресло. Втыкаем его, значит. Хопа. Готово. Теперь втыкаем, значит, аккумулятор. Аккумулятор вот сюда. Электрический. Проверяем, есть там что? Нету там нифига. Чего бы там чему-то быть, если там нифига нету. Так. Все логично. Колеса. Колеса теперь, значит, на амортизаторах. Как у нас будет? Передняя ось. Значит, вот такая. Можно вообще тачку Флинстонов сделать и без всяких аккумуляторов гонять. Просто делаешь отверстие под ноги. И побежал. И вот здесь вот тоже. Вот так вот. Это... Типа арки. Типа арки. Угу. Все ништяк. Эйнштейн бы одобрил. Да Винчи тоже. Так, значит. Крепим теперь сюда амортизаторы. Вот такие вот амортизаторы. Здоровые. Со всех сторон будет амортизатор. Как это? Квадроцикл без амортизаторов. Правильно? Мы же будем по кочкам, по кочкам. Доедем хоть куда. Угу. Угу. Красота. Накидываем сюда кубики. Кубики-рубики. Вот. Все четенько. Ставим поршни. Точнее подшипники. Поршни, подшипники. Уже в голове все перемешалось. Где лифт, а где трактор. Значит, теперь надеваем колеса. Точнее, вставляем. Или обуваем наш трактор. Кому как хочется. Можно любое слово подобрать. Все пофинчую. Отлично. Последнее колесо. И оно у нас встало. Встало как надо. Вот это квадрик. Вот это я понимаю. Подсоединяем теперь вот это к моторчику. Это к колесу. Ой, не так, наверное, сделал я, да? Да, не так я сделал. Я уже забыл, как это делается. У нас будет квадроцикл. 4ВД, наверное. Если хватит. Нет, не хватит. Значит, 2ВД, квадроцикл. Ни о чем, конечно, но что поделать. Апгрейд сколько стоит? А на апгрейд у меня не хватит. У меня сейчас с собой ничего нет. Значит, максималочку врубаем. Садимся. Колеса не поворачивать. Черт подери, профукал момент. Сейчас. Сейчас все... Все переделывать. Ёк-макарек. Забыл поворотный механизм сделать. Шоп меня. Так, значит. Убираем подшипник. Сейчас. Сейчас все будет. Все будет. Все будет хорошо. Я бегу. Подождите. Мне нужны подшипники. Не закрывайте двери, пожалуйста. У, я успел. Ты видал? Вот это я влетел. На скорости. Значит, подшипники. Еще. Еще два, пожалуйста. А пока все у нас готовится, я блюдо себе сделаю, потому что у нас нет пожрать ничего с собой. Вот так вот делаем. Это все убираем теперь. Все. Компоненты у меня в карманчике. Так. О, было бы прикольно, если бы можно картошку вот так привозить было. Так, значит. Крепим подшипник сюда никак, да? Ага. Никак. Значит, если мы вот так, а потом аморт не прокатит. Значит, делаем так. И здесь то же самое. Просто потом отрегулируем высоту передних амортизаторов и все будет как надо. Как надо. Ну вот, в принципе, все. Квадрик готов. Сейчас мы апгрейдим только наш двигатель. Двигатель апгрейд. Мощность добавляем. И подключаем все колеса. О, как криво. Как криво. Подключаем колеса. И все как надо. Надо только еще рулежку настроить. Где у нас рулежка? Вот тут. И вот тут. Выравниваем колеса. Смотрим, чтобы все крутилось в одну сторону. Там в другую крутится, значит поворачиваем. Ну что? Садимся. И проверяем. Кайфово, что не слышно звук от двигателя вроде бы. Хотя нет, слышно. Погоди, это что, максимальная скорость? Серьезно? Как так-то? Я ничего сюда даже не прицепил. Почему? Почему это максималка? Меня вообще это не устраивает. А это вообще не круто. А еще нужно опустить высоту наших амортизаторов. А то передок сильно задран. Так, ну ладно, давай еще апгрейдим. Значит, наш электродвигатель. Вот так вот. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Спокуха. Спокуха. Скорости прибавилось. Ты посмотри. Ты посмотри, как я. Как на коне, е-мое. Как бык. Как на карибах. Пу, блин, на карибах. Короче, когда на быка садишься, и надо удержаться. Вот тоже самое. Забыл, как называется. Воу! Вот это да. Вот это я создал монстра. Так, ладно. Че мне нужно сделать? Чтобы у меня все было как надо. А, все просто. Мы берем, короче, и переносим двигатель вперед. Центр тяжести сейчас просто сменим. И, по идее, передок больше не должен подлетать. Если у нас будет достаточно... Че-то мы не едем. Если у нас будет достаточно веса. Че-то не едем. Почему не едем? Почему мы не едем? Потому что не настроено? А, потому что аккумуляторов нет. Вот так. Садимся. Оу, да! Мы едем, мы едем в далекие края. Только вот сейчас, походу, дырку в земле пробурим. И до центра земли доберемся. Ладно, выходим. Забыл поправить. Проверяем. О! Все, все пучком, но центр тяжести нас не спас. Хорошо. Просто тогда мощность уменьшаем. Мощность уменьшаем. Проверяем. И сразу, смотри, сразу скорость у нас очень сильно падает. Надо просто найти золотую середину. Без нее нам никак не доехать. Долбанная тонкая настройка этого двигателя. Как так можно едить-то вообще? Ну вот, как-то более-менее. Может быть, короче, я просто заднюю ось отключу, слушай. А то слишком как-то. Как-то слишком. Вот. И мы просто поедем. Вот и все. Вот и все. И мы просто едем. Отлично. Оу! Вот это меня перекинуло. Добавляем мощи на все. Гуляем на все бабки. И поехали! Мы, конечно же, буксуем, но не страшно. По крайней мере, мы едем. Квадрик готов! С амортизаторами. Как смотри, как амортизатор гуляет. Они не гуляют, они танцуют. Но едем мы, конечно, так себе. Медленно еще, медленно. Но едем. Это радует. По пути будем собирать вот эти ящички. Ящички, ящички. Там наверняка может что-нибудь ценное быть. Например, янтарь. Что у нас тут? О, апельсин. Прикинь, апельсин упал. Круто. И морковка. Ну вот тебе и ценненькая. Непривычно, конечно, непривычно, когда нету шума двигателя. Прям капец, как непривычно. А еще непривычно, как... Прикольно мы объехали робота. Еще непривычно, как останавливаются двигатели. Смотри, вот я еду. Я даже не жму на тормоз, просто отпуская газ. И я торможу, как не знаю что. И переворачиваюсь колобком. Так, за мной там никто не бежит? Бежит, конечно. Кузо ты, э! О, хотел от меня сбежать. От меня никто не сбегает. Я же бэкст-уничтожитель роботов. Блин, ну это капец. Как газ отпускаю, он просто останавливается, как вкопанный. Ну, как так-то? Вообще не понимаю. Может быть, все-таки... Бэээ. Короче, взял и сделал заднюю ось ведущую. На старте как бы поднимает на дыбы. Но потом все, все нормуль. И торможу тоже вроде бы норм. Видишь? И все. Все как надо. Вот мы и приехали до горячего леса. Добываем, значит, янтарь по-быстрому. Желательно в большом количестве. Ну, ёшки-матрёшки. Приехал за янтарём. Ты посмотри. Спасательные капсулы тут у нас. И дед по-любому где-то. А вот, пожалуйста, и дед. Здорово, дядь. Но, блин, я не хотел тебя спасать. У меня тут другие дела были. Другие планы. А ты всё мне испоганил. Придётся его выручать. Я ещё и пить хочу в огонь вообще. Так, значит. Дедуля. Без паники. Я просто тебя сейчас отсюда выпну. Вот так вот. Главное, чтобы он не укатился в ненужную мне сторону. Вот. Всё. Пускай катится на асфальт. Где моя тачка? Тачка здесь. Смотрим. Дед вон там катится. Садимся. И поехали доставать деда. Дедуля, подожди. Кажется, он в речку катится. Точнее, в озеро. Не упади, не утони. Подожди. Тебе к воде не надо. К воде не надо. Тебе нужно сюда. Делаем, значит, зацеп. Прицеп, зацеп. Вот такой вот прицеп, зацеп. Уже проверенная схема. Я так деда вкатал. Вот, значит, вот такие вот щупальцы. Садимся. И просто нужно грамотно запарковаться. Кстати, вот эти вот усики, сзади которые, они мне не дают перевернуться. Это очень хорошо. О, обезвоживание началось. Подожди, бургер надо схомячить. Я же, я с собой бургер. Так, ну все, теперь деда просто нужно закинуть сюда. Давай, дед, прям. Страйк. Отлично. Закрываем, значит, наши усики. Чтобы дед не выбрался. Ну и все, теперь покатили деда. Ой, 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 стопы, стопы, стопы. Надо тогда еще вот так вот сделать. Погнали, деда, отвезем домой. Ой, 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 ой. Главное не разбиться бы с этим дедом. Черт. Задний ход не работает. Давай. Придется сейчас полный привод заряжать. Давай полный привод зарядим. А то у нас вес добавился. Дедушка. Дедушка. Я спасу тебя. Не переживай. Дошиком накормлю. Отлично, деда, просто довезу. Вот, пожалуй, может дед нас довезет. Вот таким вот макаром. Эй, колобок. Ну вот. Так. Придется деда хорошо замуровать. Интересно, попаду, не попаду? Нет, не попаду. Опускаем. И почти, почти. Дед у нас... Ооо. Почти дед у нас поймался. Вот теперь поймался. Да что ж ты будешь делать-то? Нет, все-таки 4 ВД это не наш случай. Давай, 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 давай. Спасибо, дед, что катишь нас. Это очень мило с твоей стороны. Я попробую еще разок тебя поймать. Черт, древесины не хватило. Ну ладно, я думаю, что так все будет пучком. Погнали. Все, теперь дед не должен никуда сбежать. Будет ехать вместе с нами. Главное, мне бы теперь не перевернуться. Надо ехать целехоньким. По поводу сундуков. Я вижу, что там сундук, но мне что-то лень его доставать. Особенно, когда дед с нами. Я ему пообещал, что довезу его в целости и сохранности. Так что едем. Хорошо, что деда везти нужно туда же, где находится и мой дом. Все дороги ведут в золотую долину. Это я так свою долину назвал, где свой дом построил. Черт. Чуть деда не потерял. Давай, дед. Чуть-чуть еще покрутись колобком, и ты будешь уже в рабстве другого деда. Ты же понимаешь, да, что мы вот этих дедушек сюда привозим, и они вот в этом ангаре, здоровом, трудятся над каким-то изобретением. Там, короче, куча таких дедков, и они все работают во благо одного деда, который вот тут вот торгует семечками. Все, ладно. Давай, засасывай. Свободу деда, как говорится, а я поехал домой. Мы дома. Ура. Янтарь у нас есть. Надо его выложить. Подожди. Янтарь выкладываем. Все пучком. Что нам там нужно-то делать? Я совсем забыл. Вот такие вот блоки. Или вот такие? Вот такие вот нам блоки нужны. Делаем, значит, их побольше. Ну вот и все. Пятый поршень готов. А это говорит о чем? А это говорит о том, что мы, наконец-то, должны доделать свой лифт. Я прямо в предвкушении. Сможем ли мы это сделать? Так, значит, садимся сюда. Опускаемся вниз. Кресло сюда, в принципе, можно поменьше поставить. И у меня даже оно есть. Вот такое вот кресло. Давай мы сразу его заменим. Оно, во-первых, полегче. Во-вторых, оно сюда даже лучше подходит, чем то управляемое. Так, если мы подключим все сюда. Да, все есть. И поднимается, опускается все намного лучше. Отлично. Все здорово. Здорово, здорово. Ой, да, блин. Ну, ладно. Лифт верну опущен. Все, что мне нужно сделать, это теперь нарастить подшипники. Я думаю, что сейчас у меня это получится. А, древесина. Древесина есть. Вот такая вот обработанная. Пойдет. Так, достану, не достану. Давай поставим еще подъемник здесь. И должно быть все в ажуре. Нет, не хватает нам. Не хватает, не хватает. Что сделаем? Повыше просто поднимемся вон туда давай. Все, прибыли. Прибыли на свою скалу. На свою скалу. Поднимаемся. Ну да, здесь всяко поближе. И повыше. Единственное, что мне нужно сделать, это построить здесь платформу вот такую вот. Чтоб я тут ходил. О! Вот это я понял. Ой. Немножечко отдайте древесины, а то мне не хватает. Вот и все. Вот и все. А, там уже есть древесина, что я туплю. Значит, ставим подшипник. Потом ставим древесину. Ставим подшипник. И так до бесконечности, пока не кончатся поршни. Ну что? Сейчас остается только настроить поршни. И лифт наш, по идее, должен быть готов. Еще, конечно же, нужно будет перестроить. Так, вот это я забираю. Это я тоже. Ой. Подождите. Подождите, вызовите лифт, пожалуйста, обратно. Вот так вот. И вот это все отсоединяем, значит. Значит, потому что, потому что, теперь у нас все это гораздо ниже будет. Вся эта платформа. Вот там вот она будет у нас. И вот такая вот. Так, отлично. Теперь настраиваем, значит, поршни. Подключаем все вот сюда, к нашему контроллеру. Так, значит, устанавливаем сюда по-любому, по-любому креслу. В том, что без него никак пока что. Я еще не придумал, как побороться с гравитацией. Подключаем, значит, переключатель сюда. И кресло. Садимся и проверяем. Ух! Ну вот, йокарный! Все работает! Отлично. Даже можно чуть-чуть поршень пониже опустить. Так, лифт у нас есть. Скоростной лифт. Классно. Давай мы немножечко уберем высоту. Чтобы он... Последний поршень... Прям к земле нас прислонил и все. Ну вот, как-то так. Даже еще можно убрать. Ну, вроде бы ровно. Вроде бы ровно. Огонь! Лифт собственного производства. Поехали вверх. Ю-ху! Вот так вот приехали. Теперь опускаемся. Ну, все четко, ё-моё! Обалдеть! Теперь нужно сделать сюда ступеньки, лесенки. И в принципе... Ой, я чуть не улетел. И в принципе наш лифт готов. Вот это вот можно... Вот этот переключатель можно убрать. Стойте, 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 стойте. Сеть, хочу, сеть, хочу. Ох, фух. Чуть не разбился. Ну, и теперь нужно сюда сделать какую-то либо лестницу, либо... Либо... Либо что? Ну, либо подниматься вот таким вот макаром. Ставишь... А, сюда нельзя поставить, прикинь. У-у-у-у! Я хотел подъемник поставить, да просто наверх забраться. Ну вот. Грусть, печаль. Ладно. По-майнкрафтски поднимемся. Вот и все. Выбрались. Теперь сюда. У-у-у! Ювелирная работа. Так. Проверяем здесь. Здесь все работает. Поднимаем наверх. Слушай, ну получается, что с креслом, в принципе, я же никуда не улечу, никуда не упаду. Можно скорость подшипников даже увеличить. Вот. Но об этом будем думать позже. Нужно теперь грамотно построить лесенку. То есть, в принципе, в принципе, можно вот этот мостик уже разбирать. Вот таким вот макаром. И тут отсюда начинать уже строить лесенку вниз. И все будет по фэншую. Дамы и господа, я представляю вам лифт собственного производства. Значит, выходим. Идем таки, идем. Тут у нас лесенки вот такие вот. Спускаемся. Заходим, значит, в лифт. Пожалуйста, присядьте на скамейку. Тут надо будет надпись сделать, что... Пожалуйста, присядьте, иначе вы ушибетесь. Значит, садимся. Это типа как держаться за поручень, только присядьте. И спускаемся вниз. Вот и все. Наш лифт готов, наконец-то. Надо будет немножечко укоротить наш лифт. Все, форма у нас изменилась. Проверяем, как приземляется лифт. Отлично. Он ничего не задевает. И все хорошо. Теперь. На вопрос, почему я лифт построил не от земли наверх. Дело в том, что роботы могут прибежать и разбомбить этот лифт. Так, конечно, лифт тоже опущен сейчас. И любой робот может подойти и разбомбить нашу платформу. Но, по крайней мере, он не сломает полностью всю лебедку. Мне просто придется сделать платформу и вот этот вот поршень последний. А если бы лифт стоял здесь, то его бы полностью разнесли. Так что вот такой вариант более оптимален. Так что поднимаемся наверх. Пойдем попьем чаю. И я думаю, можно закругляться на сегодня. Опа. Блин. Надо мостик достроить. Ну вот. Вот такой вот трап у нас в итоге получился. Все спокойно опускается, поднимается. Ничего друг другу не мешает, не притирает. Да, все кошерно. Все лакшери. Я бы еще сделал тут вот такую вот стеночку. Типа лифтовая кабина. А вот здесь вот можно сделать окошечко. Чтоб ты ехал, смотрел в окошко. Ну вот. Уже получше. И ты когда выпрыгиваешь, ты бьешься об эту стеночку и никуда не падаешь. Все хорошо. Поднимаешься домой. Забегаешь в свои лакшери апартаменты. И кайфуешь. Играешь с питомцем. Пьешь кофе. В общем, все как надо. А нужно выбежал по-быстренькому. Спустился вот так вот. Сел. Уехал на лифте. Здесь тебя будут ждать тачки. Всякие разные. Сел и поехал. Да. Тачки, скорее всего, я буду парковать здесь. Потому что поршни наши тачки тяжеловесные не поднимут. Либо-либо переходить на летательные аппараты. И тогда вообще все вопросы отбиваются. Я могу здесь сделать посадочную полосу наверху у себя. И все. И буду сюда спокойно залетать на своих самолетах. Там, не знаю, квадрокоптерах. Дело в том, что у нас тут есть же двигатели. Есть реактивные двигатели. С таким двигателем можно летать. Так что все. Мы делаем летательный аппарат. Но это будет еще не скоро. Потому что сюда нужны очень дорогие материалы. Металлический блок третьего уровня. Вот такой вот. А в следующей серии мы обязательно сделаем трубу. Вот сюда вот. Чтобы произведенные материалы отсюда выходили и попадали сразу в сундук. И отправимся, я думаю, на поиски красного гигантского робота. Чтобы размотать его из нашей пукалки. Надеюсь, у меня это получится. Ну или в крайнем случае это он нас размотает. Но чтобы увидеть то, как мы будем его разматывать. Или наоборот, он будет разматывать нас. Ты увидишь в следующей серии. Так что не забудь подписаться на канал, если ты этого еще не сделал. И поставить лайк этому видео, если тебе нравится скреп механик. Ну а на сегодня это все. Спасибо за просмотр. И пока. А я пошел. Баиньки. Вери. Вот, забегаем и ложимся спать.